Всем привет! Вы на канале Геносинфо. В этом выпуске я планировал рассказывать вам о моих поездках в Суздаль, но недавно у меня состоялась поездка по Владимирской области в противоположном направлении, поэтому в сегодняшнем видео я расскажу вам о другом интересном городе с более чем тысячелетней историей, а именно Муроми. После этого мы заедем с вами в музей Хрусталя в Гусь Хрустальном, а также посетим усадьбу дореволюционного русского промышленника Владимира Семеновича Храповицкого в Муромцево. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем! Мое путешествие началось с живописных берегов Аки, правда немного в стороне от Мурома, поэтому первым пунктом назначения была гостиница для того, чтобы отдохнуть и набраться сил перед марш-броском на следующий день. Добро пожаловать в гостевой дом Русич! Очень хороший номер! Надеюсь, я попадал там в объектив. Ну а теперь заряжаем все наши устройства, принимаем душ и отдыхаем до утра. Завтра утром будет программа «Максимум». Несколько слов о гостинице. Очень уютная и хорошая гостиница. Администратор Татьяна, вверх, доброжелательность. Ссылка на гостиницу Русич будет в описании под видео. Единственное, что кровать и одеяло немного короткие для моего роста, но это тот случай, когда, как говорится, нечего было вырастать до безобразия. Впервые я познакомился с Муромом в 2014 году и о той поездке я сделаю отдельный обзор фотоальбома. Сам город впервые упоминается в летописях под 862 годом. Расположен на высоком берегу Аки, что в некоторых его точках создает особую живописность. Город является родиной богатыря Ильи Муромца, а также некогда широко известных тертых калачей, которые даже нанесены на герб Мурома. За всю богатую историю в городе было создано очень много архитектурных памятников, которые удалось сохранить и по сей день. А к современным можно отнести полуторакилометровый вантовый мост через Аку, который в 2013 году по результатам голосования был признан самым красивым мостом России. Постараюсь показать вам самые интересные и красивые места и забегая наперед, хочу сказать, что категорически рекомендую город Муром к посещению. В 1552 году русские войска в этом месте переправлялись через Аку перед походом на Казань. По обету царя Иоанна Грозного на месте, где стоял его шатер, был построен храм святых Космоидамиана. А это храм в честь Смоленской иконы Божией Матери, построенный в начале 19 века. В 1868 году в церкви Космоидамиана обрушился шатер, и уцелевшие иконы и церковную утварь перенесли в Смоленский храм, после чего церковь получила второе название Новокосмодемьянской. Песня. 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 И, конечно же, Троицкий монастырь, в котором почивают мощи святых Петра и Февронии, покровителей семьи и брака. Песня. 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 Из гроба высия в шагу дни, где осенье поручно я, и мир просвети в шагу. Бескатая Богу, Родице, спаси нас. Воспредь в шагу, видевшись, Сына Твоего и Бога, радуйся, Сол, апостол и Богу, благодатная, чистая. И ежи радуйся впервеем, яко сет радости вина, госприяла еси, Богу, мать и Сене, поручно я. Анастасиосимиралам, принцомен лаи, пасхаки и луна. Спасо-Преображенский монастырь. Первый из русских монастырей упоминается в летописях от 1096 годом. Господи, сил помилуй нас. Господи, сил с нами будет, и до Бога, ради Тебе, помощник отскорбит и имам, Господи, сил помилуй нас. Хваните Бога, во святых Его, хваните Его, во утверждение силы Его. Господи, сил с нами будет, и до Бога, ради Тебе, помощник отскорбит и имам, Господи, сил помилуй нас. Хваните Его, на силах Его, хваните Его, по множеству величествия Его. Господи, сил с нами будет, и до Бога, ради Тебе, помощник отскорбит и имам, Господи, сил помилуй нас. Хваните Его, в тимпани и цель, и до Бога, ради Тебе, помощник отскорбит и имам, Господи, сил помилуй нас. Хваните Его, в тимпани и цель, и до Бога, ради Тебе, помощник отскорбит и имам, Господи, сил помилуй нас. Хваните Его, в тимпани и цель, и до Бога, ради Тебе, помощник отскорбит и имам, Господи, сил с нами. Сейчас я пытаюсь подобраться поближе к мосту. Если у меня все получится, вы его увидите. Но здесь, конечно, бездорожье. Из-за разлива реки мне, к сожалению, не удалось подъехать ближе, и яркое утреннее солнце тоже не позволило заснять мост во всей красе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Из мура мы отправляемся в Гусь-Хрустальный, город в 50 километрах от Владимира, расположенный на реке Гусь, всемирно известный производством изделий. из стекла и хрусталя, чему и обязан второй частью своего названия, а до 1926 года назывался Гусь Мальцовский в честь купцов, которые это производство и основали. В городе по-прежнему существует хрустальный завод, на который можно отправиться с экскурсией. Ссылка на сайт Владимирского музея-заповедника будет в описании под видео. Мы же с вами посетим музей хрусталя имени Мальцовых с одной из самых обширных коллекций хрусталя отечественного производства, собирать которую начали еще сами основатели хрустального завода, купцы Мальцовы. Памятник Акиму Мальцову, основателю хрустального завода. А это здание ранее было Георгиевским храмом, украшения музея-хрустального. А сейчас здесь располагается музей хрусталя имени Мальцовых. Как мы видим, купола снесены. Сейчас пойдем посмотрим, что там есть интересного внутри. КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 Не забывайте подписаться на канал Если ещё не подписаны Ставьте палец вверх оставляйте ваши комментарии Благодарю за внимание И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok